Доброе-доброе утро! Это деловой завтрак в студии. Работаю я, Чубека Парбекова. Здравствуйте! Как всегда, с утра пораньше мы говорим о самых важных и достаточно позитивных новостях. Сегодня у нас в гостях Василь Кубаныч-Бекова. Она является руководителем Фонда развития предпринимательства среди женщин. Конечно же, роль женщин в кыргызском бизнесе активно растет. На сегодняшний день уже есть понимание, что гендерное равенство – это мощный ресурс для развития общества. И оно имеет не только моральное значение, но и может измеряться в совершенно конкретных экономических категориях и цифрах. Конечно, в последние десятилетия в Кыргызстане наметились позитивные сдвиги в отношении женщин, желающих занимать более активную позицию в общественной жизни. Сегодня больше возможностей получить хорошее образование и сделать карьеру, но, честно говоря, это по-прежнему нелегко. Но благо, есть отличные инициативы, как онлайн-платформа shestarts.kg. Для всех женщин-предпринимательницы из Кыргызстана. В рамках нашего эфира обсудим, в частности, то, как женщине добиться больше уверенности в себе, целеустремленности и развивать умение рисковать и уверенно достигать своих целей. Обо всем об этом еще раз повторюсь, поговорим с нашей гостьей. Это Асель Кубаначпекова. Доброе утро, Асель. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Женщина – это хранительница очага, она защитница, это определяет ее существо. И даже можно сказать о том, что женщина с большей ответственностью, с тонкими моментами, с добротой относится к любому детищу, в том числе и к бизнесу. Скажите, пожалуйста, каким образом вообще зародилась идея этого проекта? Для начала давайте немного предыстории, потом же поговорим непосредственно о самом проекте. Да, но в целом мы все знаем, что мы живем в неравном обществе, где есть ограничения, либо же барьеры, связанные с твоей половой принадлежностью. К сожалению, в этом уязвимы чаще всего женщины. И за долгое время, последний ряд десяток лет, да и раньше тоже, мы видим, что женщины имеют меньше возможностей во многих секторах, особенно в экономическом. И когда мы говорим о том, что нужно делать изменения, шаги в этом направлении, они предпринимаются, это радует, что предпринимаются, и, как вы уже отметили, есть инициативы в этом направлении. Но, к сожалению, ситуация остается до сих пор плачевной, особенно COVID-19 в прошлом году пошатнуло в целом экономику, да, а те, кто активно участвует там, в том числе женщины, они очень сильно пострадали и стали самыми уязвимыми. Потому что сегодня, в целом, если посмотреть статистику, которая нам дается, экономическая активность между мужчинами и женщинами, она очень сильно разнится, да, и женщины показаны, что на 38% они менее активны, но при этом со мной люди могут поспорить и сказать, что в каждой семье работает женщина. Почему такая статистика? Так как чаще всего наша женщина работает в уязвимой части экономики, и также они чаще всего неформальны экономике. Если они неформальны, значит, они не защищены никак. И чаще всего наша женщина в микробизнесе. Если говорить про средний, крупный бизнес, которых не так мало в Кыргызстане, то там вообще женщин в целом нет. Когда мы начали эту ситуацию смотреть, то сегодня весь мир говорит о важности устойчивого развития, верно? И Кыргызстан в том числе взял обязательства в это направление. И устойчивое развитие невозможно без развития экономики в том числе, а экономика без социального благополучия. Это все взаимосвязано. И когда мы начали думать, что мы можем в этом направлении сделать, я когда начала искать организацию, то поняла, что организации, которые занимаются экономическими правами женщин, очень мало. И нам нужно увеличивать количество таких организаций, людей, делающих инициативу в этом направлении. И вот у нас появилась организация, мы назвали She Starts, по-другому Аюмбаштайт, женщина начинает в любом направлении. И вот вы отметили, что у нас в обществе очень часто говорится, что женщина хранительница очага. Но мне кажется, мы уже живем в том мире, когда любой человек может быть хранителем очага. Это не зависит от твоей половой принадлежности. И мы должны жить в том мире, когда ты свободен в своем выборе. Но вот этой же глобальной трансформации у нас пока не произошло в Кыргызстане, если говорить откровенно. Быть может, частично в Бишкеке, потому что здесь, конечно же, если говорить откровенно, и другой уровень образования, и образ жизни. Но если все-таки сконцентрироваться на регионах, где особенно наши женщины уязвимы, мы же можем говорить о том, что все-таки мужчины, они находятся в таком привилегированном положении. И мы живем в патриархальном сообществе, по сути. Однозначно, да. В таком направлении. Но мне хочется сказать, что есть другая альтернатива мира, где мы можем жить. Буквально вчера я вернулась с города Ош. Мы собирали женщин под Кеннаджи, Лабада и Ош, кто занимается в сельском хозяйстве. Очень много заинтересованных инициатив, но опять же есть ряд барьеров, которые мешают им вырасти и реализоваться в полной мере. Очень много стремления у женщин, очень много желания это делать. Но опять же, да, мы приходим к тем вещам, как искусственные барьеры, созданные нашим обществом. И нам нужно с этим работать. И тогда мы все сказали, что давайте объединять всех единомышленников, мы все граждане. И то, что происходит в отношении женщин, влияет на всех. Не только на меня, как и на женщину. Влияет и на мужчин, и на детей, и на пожилых людей. И есть очень много интересных исследований, которые показывают, что если в целом, почему гендерное равенство важно, да, и важно полноценное участие женщин, то, к чему мы стремимся. Где компании, где разная гендерная представленность есть в управлении, топ-менеджменте, эти компании на несколько десяток процентов более успешны и более профитны, да, тем нежели компании, где только мужчины, либо только женщины в управлении. Также показывают, например, в сельском хозяйстве, если бы в сельскохозяйственных предприятиях также женщины в управлении принимали бы решения, то они на 20% были бы намного результативнее. Они могли бы создавать более уникальные инновационные продукты. Но опять же, да, сегодня мы все говорим про инновации, что вар инновации делает, но инновации не могут быть в закрытых помещениях, грубо говоря, да, только в определенном круге людей. Инновации происходят, когда очень разные люди сталкиваются друг с другом. И это опять же говорит о том, что женщины и мужчины должны на всех уровнях, ну и все, да, другие представители могли работать вместе на разных уровнях. Только тогда мы можем менять очень сильно, очень позитивно, правильным направлением, нужным направлением наше общество. Ну, именно вот в этом направлении, конечно же, нужно отметить роль таких инициатив, которые предлагаете вы, чтобы все-таки произошла, да, вот эта вот глобальная трансформация в мировоззрении людей. Потому что наше общество, конечно, безусловно, патриархальные женщины, даже, к примеру, талантливой, нужно быть в сто раз эффективнее, в сто раз способнее, в сто раз быстрее для того, чтобы добиться тех же позиций, которые занимают те же самые мужчины, особенно у нас в Кыргызстане. Как вы отметили, да, также в исследованиях, да, проведенных, даже в крупном бизнесе представленная женщина, она просто минимальна. Максимум, чем могут позволить, да, так скажем, женщине заниматься, это только микробизнес, да, 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 но в целом хочу отметить, что быть оптимистом нужно всегда, и любую ситуацию можно всегда менять. И когда есть единомышленники, люди, которые готовы делать свой вклад в улучшение общества, как общественная организация у нас, да, то можно такие ситуации менять. И есть уже хорошие изменения. Ну, давайте расскажем именно по акции «Покупаю женщин», которая была приурочена к 8 марта, да, 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 да. Это прекрасная инициатива, когда женщины, наши представительницы из разных областей могли представить свою продукцию на разных площадках. Да, ну, почему Международный женский день мы на этот день организовали? Все у нас почему-то воспринимают этот день днём красоты, да. Ну, красота, мне кажется, она может быть у всех, и у мужчин тоже. Но Международный женский день, 8 марта, это день, когда мы говорим о правах женщин, о том, что мы должны жить в мире, где каждая женщина может реализовать себя в полной мере и быть счастливой и успешной, такой, какой она хочет быть, а не такой, как хочет общество. И тогда, когда мы работаем в контексте экономических прав женщин, столкнулись с тем, что женщины очень сильно, очень сильно пострадали во время COVID. Многие потеряли работу, многие закрыли бизнес, потеряли свой единственный источник дохода тоже. И это очень сложная ситуация. И тогда мы решили, давайте говорить о том, что наше общество начнёт поддерживать, инвестировать и покупать продукции женщин, то у женщин появится увеличивать свой доход. А что означает увеличивать свой доход? Увеличивать свою свободу, грубо говоря, да. И тогда у нас появилась инициатива, что мы со всего Кыргызстана соберём продукции женщин-предпринимателей. И мы со всех регионов собрали, и основные две локации организовали в городе Оши, в городе Пешкек, да. И договорились, вот я очень благодарна нашим бизнес-компаниям, что меня радует, наши бизнес-компании становятся... Что они идут навстречу. Да, и плюс они очень становятся заинтересованными в этом вопросе и готовы делать свой вклад тоже в это направление. Вот в городе Оши, это самый большой маркет Фрунзе, в городе Пешкек, это Дортое Плаза, нам представили свои бесплатные локации, организованные уже площадки. И там мы выставили продукции женщин-предпринимателей. И что самое интересное, эти продукции продавались самими женщинами, чьи продукции были выставлены, то есть они чередовались, да, и они сами себя поддерживали. И очень, очень хороший результат мы получили, где мы увидели, что ни одна женщина не ушла без заработка. То есть мы смогли у каждой женщины хотя бы что-то продать на этом мероприятии. Тем более мы знаем, что именно март это было начало, да, так скажем, пандемии у нас в Кыргызстане, было очень много ограничительных мер. И я уверена, что вот эта возможность, она, конечно, уникальная для женщин, учитывая то, что именно в условиях COVID наши представительницы прекрасного пола, к сожалению, оказались наиболее уязвимыми. Да, да, да. Но также хочу отметить, что даже если женщина создает свой продукт, ей очень сложно выйти на рынок и делать сбыть своей продукции. А тут мы организовали, но потом также мы делали параллельно онлайн информацию про наши женщины, мы хотели, чтобы они онлайн продолжали продавать. Но когда мы говорим про онлайн-маркет, очень много вещей непреработанных, да, которые требуют. Почему онлайн-маркет, маркет электронной коммерции, сегодня учетом того, что происходит, это вообще у нас происходит трансформация общества, технологизация определенных вещей. И опять же, очень многие эксперты говорят, вот женщины очень долгое время были уязвимы, да, имели ограничения, то когда мы переходим на новый маркет, на новый формат, очень важно дать своевременно равный доступ, чтобы хотя бы на этом уровне мы могли сравнить их возможности. И начали работать с нашими женщинами, но, что мы заметили, к сожалению, очень много наших женщин, которые вот все лет занимаются предпринимательством, они не умеют правильно фотографировать свои продукции, элементарно. Они не могут правильно написать описание такое сладкое, чтобы человеку захотелось купить и реально поддержать эту женщину. Ну и, конечно, мы увидели сложность с логистикой, это сложность отправления товаров, там, сроку годности хранения, правильные упаковки, правильное описание, очень много таких простых моментов, которые должны решаться. Ну, откровенно, у нас все равно вот та же самая цифровая трансформация, да, диджитализация, о которой мы говорим, она более развита все-таки у нас здесь, да, столица. Если говорить о регионах, то ситуация немного плачевная. Было бы прекрасно, если бы была бы такая возможность, чтобы их обучить. Я уверена, что вот эта платформа, да, которую вы на сегодняшний день создали, да, это sheistars.kg, конечно же, научит женщину, что, как вы уже отметили, да, в своей речи, сладко все это преподносить, чтобы люди, женщины наши могли реализовать свои возможности. Однозначно, там будет и обучение, но к чему я хочу подвести. В последние, наверное, месяцы мы слышали в новостях, что Амазон разрешил Кыргызстану продавать свои товары, мы слышали, что в Айлбериста идет процесс переговоров, и наши кыргызские предприниматели и предпринимательницы смогут выставлять там свои продукции. Но опять же, чтобы быть на таких площадках, тебе нужно уметь правильно делать свой профайл и среди миллионов продавцов там быть в топе, да, и чтобы именно ты мог продавать. И поэтому мы хотим научить наших женщин, создать им такую площадку. Мы нанимаем специальных фотографов, нанимаем специальных копирайтеров, а также нанимаем переводчиков, так как, к сожалению, возможности использования русского языка и английского остается до сих пор актуальным вопросом. Да, да, да. Кыргызский маркет, он у нас небольшой, поэтому очень важно также выходить на другие маркеты. И мы для наших женщин, которые регистрируются на нашей платформе, для первых 100 в этом году мы подготовим профайл на трех языках. И они смогут даже элементарно вот в Кыргызстане лалафо. Очень много продаж. Наши женщины могут загрузить свою готовую фотографию, готовый профайл и продавать свои товары. И это намного облегчает ее процесс. Ну и, конечно, как это правильно делать, как это продвигать, и как они могут онлайн получать за эти деньги. То есть мы сейчас разговариваем с банками, это мне тоже радует. Банки открыто к этому идут, чтобы наши женщины быстрее переходили на безналичную систему платежа. Имели свои счета, либо Эльцом, там люди могли онлайн оплачивать. И этот тоже процесс параллельно прорабатываем. И женщин тоже будет нам обучать. Будет у нас проведен инфохэк, где мы пригласим этих женщин, наши партнеры, наши эксперты проведут обучение. Ну и, конечно, наша платформа, это будет информация выставлена. Ну, сейчас нужно отметить о том, что этот проект, он это онлайн платформа, где расскажите, пожалуйста, как туда попасть, как туда подключиться, потому что это, я думаю, что будет очень интересно для тех женщин, которых есть идеи, есть инициативы, но они вот не знают, как все-таки продвинуть свой товар на рынке. Ну, мы, кстати, отмечу, мы не имеем никаких ограничений ни по возрасту, ни по локации, ни по виду деятельности для женщин-предпринимателей, поэтому это очень просто. Надо зайти к нам на страницу в Инстаграме либо в Фейсбук She Starts KT, и там у нас есть, где шапка профиля, линк к опроснику, есть такой Google форум, который нужно заполнить на первом этапе. Если вы первый этап правильно заполняете, с вами наши коллеги связываются, приглашают на более глубинные заполнения профайла, для того, чтобы мы могли с Райзу подготовить уже финальный профайл участницы. Это все, больше ничего не надо делать. И, конечно, отправить на продукты. То есть ограничений никаких нет, отбора нет. То есть каждый желающий может там зарегистрировать. Только женщина-предпринимательница. Обязательно надо это отметить. Да, любая женщина-предпринимательница, где бы она ни находилась, ведь она занимается, предпринимается к этой деятельности, есть продукты и услуги, которые она может оказывать. Но хочу опять же отметить, что это продукции, хотелось бы, чтобы они были качественные, оформленные с упаковкой, потому что эти продукции мы хотим уже выставлять на продажу. Также отмечу такой момент, что мы сейчас... А могут ли туда все-таки подключиться, да, к этому проекту, те женщины, у которых на сегодняшний день как бы продукции еще нет, но не хотели бы начать какой-нибудь бизнес, какой-нибудь стартап? Да, но для таких женщин у нас есть другие наши проекты. В этом проекте, к сожалению, только для тех, кто уже нет продукции, но есть также проекты для начинающих. К примеру, сейчас мы делаем... Да, потому что это было бы очень хорошо, чтобы все-таки женщина смогла себя найти, потому что многие наши, особенно молодые мамочки, которые засиделись, к примеру, в декрете, они начинают себя изнутри, да, ты же сказать, гнобить, трансформировать, о том, что все-таки есть какие-то предпосылки, что нужно что-то изменить в своей жизни, и хотят искать новые пути. И было бы прекрасно, если была бы такая тоже возможность для них. Да, в нашей организации есть такие возможности, и мы делаем проекты, к примеру, сейчас мы делаем проект Аграем Аградяж в юрной части нашей страны, и вот там у нас женщины в сельском хозяйстве, которые проходят полную акселерационную программу обучения, индивидуальное консультирование, менторство, и также возможности нетворкинга и поиска потенциальных партнеров, кто мог бы их поддержать. Ну, кстати, знаете, такой момент отмечу. Ну, была бы на днях мастерская, она вот где проходила. Да, да, буквально мы вчера, позавчера завершили его, но также хочу, знаете, отметить, когда мы организацию начинали, мы фокусировались на женщин, которые хотели бы заняться предпринимательской деятельностью, и у нас есть проекты, но в процессе мы заметили, что открыть бизнес – это одно, но потом нашим женщинам очень сложно их дальше развивать, делать их устойчивыми, потому что нехватка времени – это самая большая проблема у нас в Кыргызстане, у женщин просто не хватает времени. Второе – знание, да, насколько они могут это организовать безопасно для себя. Ну и, конечно, доступ к финансам и ряд других вопросов, поэтому этот проект «Систарт Схейджи» как онлайн-платформа стала возможностью для женщин, кто уже ведет деятельность. Ну вот эта карикатура, мне кажется, прям точно описывает, когда вот мы видим женщину и мужчину на забеге, на старте, и чтобы мужчине добиться успеха по карьерной лестнице, дорогу не выведет абсолютно прямо, без каких-либо преград. У женщин же этих же самых искусственных барьеров очень много – это иглашка, стирка, готовка, воспитание детей. То есть мы понимаем, что, в принципе, уже на старте, к сожалению, условия неравны. Верно, верно. И также хочу отметить, вот вы очень хороший момент отметили про женщин в декрете, да. К сожалению, вот так случается, когда женщина выходит и ставит ей задачу только заниматься ребенком. Но мы должны понимать, что мы живем в мире, где знания, навыки меняются каждый день. И наша женщина, несмотря в какое положение, может создавать возможность, чтобы она могла развиваться так же профессионально, да, и не потеряла свою стоимость, своих навыков и перспектив. И хочу отметить, что на самом деле здоровое общество – это то общество, где женщина может быть и успешной женщиной в своем деле, и при этом мы успешной мамой, успешной супругой и частью своей семьи. А для этого мы не должны ее вынуждать выбирать. Как сегодня, да, мы подталкиваем к этому либо выбор семьи, либо выбор своей работы. И, к сожалению, такие условия же зачастую ставит все-таки семья, и, к сожалению, даже тот человек, которого ты выбрал спутником своей жизни. Первые барьеры, самые первые барьеры у женщины начинают с семьи. Не поддержки, не веры. Но я что хочу отметить, что мы все должны понимать, что есть общество, где мы можем давать, делать так, чтобы женщина могла свободно заниматься всеми видами деятельности. И это мы можем сегодня сделать мы, общество, в котором мы живем. Если каждый из нас начнет менять свое отношение, восприятие женщины, не как просто женщины, а как человека, как личности, и в полноценной картине воспринимать, то мы сможем выровнять наше общество. И тогда вот те барьеры, про которые вы сказали, стартовые, мы сможем их убрать. К примеру, меня очень радует, в прошлом году наше правительство начало работать, и у нас было принято решение о разработке национальной программы развития женского предпринимательства. На тот момент премьер-министром, и было передано на Министерство экономики. Сегодня при Министерстве экономики и финансов есть рабочая группа, из числа, в том числе, женских организаций, где разрабатывается данная программа. Я надеюсь, что в ближайшие годы оно будет принято, и мы действительно сможем в этом направлении делать очень много активностей. И вот одно из предложений там было, это же программа развития женского предпринимательства, что надо в селах, в регионах создавать места для обучения детей, детские сады, где мамы могут оставлять своих детей для получения образования, а сами заниматься своей деятельностью профессиональной. Прекрасная возможность, прекрасная инициатива, потому что зачастую на самом деле женщины, как мы уже сказали, ранее заняты только домашними, бытовыми делами, и они просто не могут вырваться, так скажем, для увеличения своей свободы, для саморазвития, потому что времени всегда ограничено, домашних дел очень много, и поэтому просто женщине не хватает времени для себя лично. Однозначно, время – это самая большая проблема, но это время можно высвободить через создание условий и выравнивание возможностей. Но это то, что мы стремимся сделать. Это прекрасная была бы глобальная трансформация, и очень радует, что на сегодняшний день и в мировом сообществе все чаще говорят о правах женщин, о том, что все-таки, конечно, мы сейчас не будем говорить, акцентировать на каких-то феминистских направлениях, но тем не менее говорить о правах женщин, о свободе женщин, мне кажется, это наша обязанность. Тем более мы представительницы женщин должны это делать в обязательном порядке. И очень круто, когда очень многие успешные предпринимательницы поднимают этот острый вопрос, эту проблему, даже можно сказать, на сегодняшний день у нас в Кыргызстане, потому что, как вы уже отметили, множество исследований, по факту мы можем это констатировать, что доминируют, к сожалению, на сегодняшний день предпринимательцы только мужчины. исключительно мужчины. Верно, верно, верно. Но хочу отмечить, что очень важна женская солидарность, и она есть в нашем обществе. И когда есть солидарность друг с другом, поддержка друг к другу, и инвестирование в друг друга, тогда можно ускорить очень много, ускорить процесс, и улучшить результаты. Также хочу отметить, что в движении в этом участие не только женщины, но участие важно всех, и молодежи, и пожилых, и мужчин. И вот то, что вы говорите, именно поддержка близких, и голубой. Конечно, да, да, да. Ну и хочу отметить, что улучшение условий и реализация прав женщин это выгода всех. Всех, кто сидит в этой комнате, и всех, кто живет в этом обществе. Да, потому что именно женщины поднимают острые социальные вопросы, а именно они радуют за экологичность, за трансформацию, за самые добрые, в принципе, благие деяния, которые у нас, в принципе, есть во всем мире. Это только все в руках женщин. Да, вы знаете, что если бы женщины в равной мере, как и мужчины, могли бы быть экономически активны, вовлечены в процесс, то ВВП наших стран несколько раз увеличилось бы. Я точно цифру не помню, но достаточно большой процент. Это означает, что условия жизни, бюджет нашей страны, да, и качество реализации социальных политик было бы намного-намного эффективнее. Потому что любой гражданин, который зарабатывает хорошо и при этом свободен и не создает дополнительных обязательств государства, это выигрыш этого государства. А мы сегодня, к сожалению, наоборот, ограничиваем, вместо того, чтобы расширять эти возможности и давать нашим женщинам быть активной частью экономики. Главное снять вот эти все штампы, которые существуют на сегодняшний день. И все-таки подытоживая наши беседы, давайте вы скажете немного таких прибадривающих, да, так скажем, может быть, советов, быть может, есть какой-то даже лозунг, да, непосредственно проекта H6STARTS.KG для того, чтобы все-таки привлечь еще больше женщин, наших предпринимательниц, у которых есть идеи, у которых уже есть на сегодняшние продукции, чтобы они выходили не только на наш рынок, но и на международный, конечно же, при помощи этой онлайн-платформы, которую вы организовали для наших представительниц прекрасного пола. Спасибо за такую возможность. Я хочу отмечить, на самом деле, из такой лозунг нашей организации, мы хотим быть частичкой успеха каждой женщины, с кем мы столкнемся в рамках нашей деятельности. И хочу попросить всех женщин, всех, кто на пути начала своей предпринимательской деятельности, либо в процессе, продолжать двигаться дальше. Если вы столкнулись с какими-то сложностями, я понимаю, одно и сложно, давайте объединяться. Есть другие женщины, кто с этим тоже сталкивается, можно объединить, вместе решать. И наша организация, как Ши Старс, является платформой, где может вас объединить, и мы вместе можем двигаться дальше. Ну и, конечно, хочу отмечить, что сегодня очень много возможностей появляется в этом мире, несмотря на все, что происходит сейчас. и давайте воспользуемся этой возможностью и сделаем качественную жизнь свою и всех, кто живет с нами в одном обществе. Ну и хочу обратиться, конечно, ко всем зрителям, кто нас смотрит, независимо от возраста, половой преднадлежности, профессиональной деятельности, что каждый из вас является частью того общества, где мы живем. Если вы сегодня, сейчас начнете хотя бы менять свое отношение к своей членам семьи, дочери, супруги, маме и так далее, то вы уже сделаете свой вклад для того, чтобы мы жили в лучшем мире не только для женщин, но и для вас. Через всю общую солидарность к успеху. Однозначно. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, было очень интересно с вами беседовать. Я надеюсь, что ваша инициатива все-таки найдет отклик во многих сердцах наших женщин, особенно в регионах, которых очень сильно хочется поддержать. Спасибо большое. А я напомню для наших телезрителей, что у нас сегодня в гостях была Асель Кубаначбекова. Она является руководителем фонда развития предпринимательства среди женщин. А говорили мы о проекте «Покупай у женщин». Можно зайти на их инстаграм-страницу 6starts.kg и там уже пройти по линку и зарегистрироваться для того, чтобы получить всеобщую полную информацию. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Латон 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова